Время по международной безопасности В Вашингтоне, а затем и в НАТО возобладала близорукая логика победителей в холодной войне. Наши партнеры впали в эйфорию, вызванную ложными представлениями о том, что западный мир навсегда закрепился на мировом политическом и экономическом олимпе. Конфликт на Украине не имеет военного решения. Соответственно, не существует разумной альтернативы мирному урегулированию внутриукраинского кризиса на основе полного и безусловного выполнения минских договоренностей от 12 февраля этого года. Прежде всего, необходимо обеспечить неукоснительное соблюдение режима прекращения огня, скорейшее завершение отвода тяжелых вооружений и верификацию этого процесса специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Стремительное возрушение мирового порядка. Действительно, мы являемся... Политическое урегулирование на Украине должно дать серьезный импульс в преодолению системных проблем, накопившихся в области европейской безопасности и в конечном счете послуживших главной причиной украинского кризиса. Пока же мы наблюдаем прямо противоположные тенденции, попытки закрепить новые разделительные линии в Европе. В Вашингтоне то используют, говоря о наших соседях термин, «прифронтовые государства», то заявляют, что Россия оказалась у ворот НАТО, как если бы это наша страна двигалась на запад, а не Североатлантический альянс вплотную приближался к нашим границам, придвигал к ним мощную военную инфраструктуру. По Европе колесит американская боевая техника, корабли военно-морских сил США фактически безвылазно обосновались в Черном море. Предметом серьезной озабоченности остается американская программа противоракетной обороны. Наряду с готовностью обеспечить защиту национальных интересов,